Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Оли Жемчуговой сдали нервы. Девушка хочет покинуть проект. В её блоге появилась странная запись. Я не простила Глеба. Я ходила в кабинет к ведущим, просила отпустить меня с проекта. Видимо, конфликт между супругами обострился. Но многие зрители уверены, что это всё сценарий, что Оля и Глеб играют ради победы на конкурсе «Человек-года». Семён Фролов выложил в сеть новый ролик «Два дебила – это сила» для конкурса «Троль года». В нём приняли участие Майя Донцова и Дима Дмитренко. По сюжету два друга попадают в рабство к строгой госпоже, которая их мучает. Ролик собрал очень много негативных комментариев. Руслане Мишиной тоже не понравился ролик. Она ревнует с Семёном Донцовой, а также и к другим девочкам на поляне. Марина Африкантова и Андрей Чуев навестили бабушку. Андрей пишет «Говорю бабуле, давай селфи бахнем». «Наливай», – отвечает она. На поляне намечается новая пара – Ваня Барзиков и новенькая Аня Малько, которая приходила к Андрею Черкасову. По правую руку – бывшая девушка, по левую – будущее. Хорошо устроился. Татьяна Владимировна Африкантова с мужем Александром вернулась на проект. «В понедельник мы заселяемся с Александром в ВИП-дом. Вот начнётся там борьба». Николай Должанский и Руслана Мишина встретились на ток-шоу «После долгой разлуки». «Русенька была мила и любезна. Сообщила мне, что хотела бы сделать творческую и деловую карьеру в Москве, но пока не знает, как именно к этому подступиться. Держись, Руська, Москва будет наша». На поляне отметили день рождения Вани Барзикова. Ему исполнилось 25 лет. «С днём рождения меня», – пишет Ваня. «Девчонки подарили утром торт, а ребята вот это подарили». Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель ездили на шопинг за периметр. «Мы довольные, но уставшие. Мы прогуливались по магазинам, купили мне нарядов, и Диме тоже», – пишет Оля. «Женщине для счастья нужна всего одна вещь, но каждый день новая». Роман Третьяков публикует снимки с поляны. Он интригует своих поклонников подписью. «Ну вот и всё, допрыгался». Ходят слухи, что Рома будет новым ведущим на Сейшелах. Продюсер «Дома-2» Алексей Михайловский рассказал о новых правилах проекта «Дом-2. Остров любви» с новыми участниками. Новый сезон каждые два месяца. 12 девушек бьются за двух парней. «Должно сложиться две пары. Зритель решит, какая из них лучше. Эта пара выиграет 1 миллион рублей». Ольга Бузова призналась, что раньше комплексовала из-за необходимости носить очки. «Очки я ношу, потому что у меня плохое зрение», – пишет Бузова. «Раньше комплексовала, а потом научилась любить себя и в очках, и без, и с макияжем, и без. Любите себя». Также Ольга показала абсолютно нелепый подарок, который она приготовила для супруга. Бузова решила подарить мужу золотой бритвенный станок. Подписчики посоветовали Ольге подарить мужу еще и золотой унитаз или щетку для пупка. Муж телеведущей «Дома 2» Ксении Бородиной, Курбан Амаров, опубликовал фотографию, глядя на которую, становится понятно, что они опять вместе и спят в одной постели. Фотографировала сама Ксения. На снимке идиллия – муж, дочь и кот. Три бьющихся сердца на одной кровати, прокомментировал снимок Курбан. Они все-таки решили сохранить свой брак. Что было между супругами, до сих пор неизвестно. Курбан и Ксюша не дают никаких комментариев. Нам остается пока только догадываться, были ли это отношения на грани развода или это продуманный пиар-ход. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома 2» на телеканале ТНТ.